всех приветствую в этот воскресный день сегодня эфир хочу посвятить рассказу о том что будет на курсе зависть магия судьба как это вообще все зависит друг от друга и хочу немножечко расшифровать программу курса вообще каждый участник кто на курс придет получит персональную консультацию то есть продиагностируем какое количество всевозможных магических ритуалов какова как насколько активна зависть от окружающих людей в вашем пространстве и там если бизнес есть какие-то вот эти вопросы которые касаются магии которые касаются зависти и сегодня была на консультации одна замечательная девушка которая потрясающе просто проанализировала себя это знаете такой опыт для меня например лично уникальный в том плане что не все далеко не все умеют замечать свою зависть мы ощущаем как завидуют нам мы боимся зависти особенно когда у нас начинается какой-то успех нам хочется похвастаться нам хочется всем рассказать но при этом мы боимся что нам будут завидовать и вот эта девушка так замечательно себя может сканировать что понимает когда кто-то ей рассказывает о том что у кого-то хорошо у кого-то успешнее в делах у кого-то отношения там успешнее дети и она прям сознает что и очень трудно это пережить что это зависть как червячок изнутри гложет мы эту ситуацию проанализировали проработали и я могу вам сказать со всей ответственностью что нам никто не будет завидовать никогда если мы не завидуем сами и поэтому если мы чувствуем что нам кто-то завидует значит завидуем и и конечно надо с этим поработать и что же я предлагаю на курсе который мы начнем 12 января и закончим 21 как раз сейчас самое время святок я вообще не очень люблю эти все это вот заниматься вот этой магии это все как правило достаточно тяжело потому что магию снимать надо понимать что снимать как снимать и чтобы это никак не навредила и не получилось какого-то отката то есть это вот я сейчас когда пока виду занятия в школе эмоционального баланса я понимаю какой огромный объем знаний сколько опыта за моими плечами для того чтобы это делать смело потому что не каждая ну те же кто занимается созданием вот этих ритуалов не каждый возьмется снимать эти ритуалы это гораздо сложнее чаще всего но мой опыт слава богу позволяет это делать и я смело это делаю я не боюсь потому что наверное достаточно в этом плане веры веры в бога веры свои силы и прежде всего тот запас знаний которые у меня есть он позволяет мне быть уверенной в этом так вот с чего мы начнем кстати в конце этого эфира я вам предложу мысли форму с подбором масел на любовь и приятие потому что когда у нас любовь и приятие это единственная защита от магии от колдовства от зависти а когда у нас какие-то другие эмоции раздражение гнев страх мы уязвимы так вот 12 числа начнем с того что будем смотреть ритуалы и обряды которые были сделаны когда-то на нас которые были сделаны возможно нами на кого-то в чем особенность этих ритуалов вот не обязательно пойти и какой-то ритуал там вот это так сказать соорудить взять кроличью лапку выйти на перекресток зажечь там три свечи кинуть там яйцо направо налево плюнуть ерунда это все в нашем мире все происходит гораздо проще произошел конфликт вы обиделись и в сердцах могли пожелать человеку что-то плохое ну например чтобы тебе пусто было да там что-то блин чтоб ты сдох да ну не говоря уже о проклятиях и это не говорит о том что вы там какие-то плохие или хорошие мы люди мы живые и наша реакция на что этот эмоция почему я так много говорю про школу эмоционально ночи про эмоциональный баланс потому что в этот момент когда мы обижены когда мы разгневаны этот баланс нарушается а эмоции это энергия и это выплескивается вот это все весь негатив да лучше его выплеснуть но любое проклятие просто сказанное в сердцах особенно женщины это самый крутецкий самый сильный магический ритуал за который потом отвечать может семь поколений семь поколений а на самом деле из практики могу сказать что может и не семя гораздо больше и понимаете когда мы где-то бахнули в сердцах мы может быть уже сто раз пожалели об этом но как говорится слова не воробей улететь не поймаешь так вот будем смотреть вот это вот что что мы натворили сделали осознанно неосознанно как получилось возможно даже знаете в юности вот в 90-е например появилось очень много книг которые прям реально по магии я помню пришла к одной своей приятельницы и она мне похвасталась как она купила книгу папюса папюс это там там такая магия даже название этой книги не помню и не хочу даже вспоминать но я была в шоке она купила год вот буду заниматься понимаете сколько на нас может быть входящий даже вот таких каких-то по глупости сделанных ритуалов из любопытства а это все ответственность это все работает будем смотреть в этой же части то что мы сделали в прошлых воплощениях если верить в реинкарнацию то сколько мы там предыдущих жизни уже у нас за плечами и что мы там наделали одному богу известно возможно там есть версии что мы пришли в эту жизнь чтобы отработать то что наделано тогда встречаются нам люди которые но с которыми у нас сложные взаимоотношения они приходят как наши учителя мы с ними отрабатываем но можно отрабатывать всю жизнь я могу немножко помочь облегчить это ускорить это и хотя бы снять какую-то часть сейчас такое время вот она вот они эти святки когда мы там гадаем загадываем желание и можно вот эти ритуалы точно так же этот весь негатив убрать на следующий день будем 13 января будем прорабатывать рот родовые программы родовые ритуалы и обряды о чем это у нас есть представители нашего рода в текущем воплощении это наши братья сестры папы мамы бабушки дедушки кто еще жив наши дети и есть по прошлым воплощением там где мы тоже не знаем что было как она была эти все вот эти родовые ритуалы они на нас тоже влияют и вот еще смотрите такой есть очень важный момент когда мы кого-то проклинаем или нас кто-то вообще проклятие особенно в сердцах особенно сказанной женщиной оно очень тяжелое но когда мы проклинаем других это проклятие возвращается нам оно как знаете как бумеранг мы запустили эта энергия вернется именно нам и может вернуться уже усиленно и может вернуться не нам лично нашим детям а то что сделано нашими предками вы посмотрите просто в кино обычные какие-то наши сериалы я вчера какой-то фильм смотрела просто даже не смотрела включила и там такая сцена когда мужчина там что-то у них какой-то конфликт в бизнесе но такие вот все сериалы которые идут там по россии такие всякие которые слава богу хорошо заканчиваются и он такой да будь проклят ваш бизнес да будь прокляты вы там все вместе взяты да будь то и все и все там проклинает подряд и машины и квартиры и все что нажито было ну понимаете вот на самом деле вот такие вещи они как инфекция как вирус вот такими штуками как словами можно заразиться я уверена что вы замечали когда например начинаешь общаться с человеком который матерится и потом как зараза эти слова вот эти маты прилипают к языку как сейчас распространено вот в эфире матом крыть ну режет слух ну вроде там тренд такой сейчас модно современно ребята но когда мы материмся мы свою ауру а эту защитную оболочку мы ее из не просто делаем решето то есть каждый мат вот этот вот негатив да он делает решето и тоже как зараза и вот эти проклятия когда мы проклинаем кого-то ну или услышали что кто-то сказал эти слова они тоже прилипают как программы на язык и мы потом неосознанно можем где-то вот это вот как знаете как с языка сорвалось а слово как известно не воробей и нужно другими словами вот мы через мысли формы будем это все убирать и родовые ритуалы в том числе уверена что вы знаете все насколько рот на нас очень сильно влияет это и генетика на уровне генов и это все что они там натворили в том числе и мы в прошлых воплощениях то мы пожинаем сейчас и иногда лишены поддержки рода иногда лишены энергии рода что вроде ну или даже вот знаете самое наверное когда здоровье да когда из рода в рот из рода вот с поколения в поколение идут какие-то страшные заболевания а возможно тогда вот тогда какая-то наша про 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 бабушка ну прокляла кого-то может быть там муж из семьи ушел может быть еще что-то может ну мало ли что-то много ситуации а сколько проклятий летела в революцию когда отнимали вот эти имущества когда расстреливали брат брата сколько вы даже не представляете вот я живу в старом фонде очень его люблю и сколько вот этих программ висит на этих домах вот эти люди которые были хозяевами которые это все утратили что они могли пожелать тем жильцам которые здесь живут только проклинать и как живут люди вот в коммуналках сколько лет вот в этих домах красивых дворцах жили как скоты жили и до сих пор как скоты живут понимаете с большинство это мало в каких коммуналках порядок в большинстве своем бардак безобразие и ну просто скотство а почему возможно потому что были проклятье будем с этим тоже разбираться все это будем убирать вот на 14 день ты программа судьбы который как раз формируется вот этими проклятиями какими-то ритуалами кто-то что-то сделал а расплачиваться будут потомки ничего не происходит как бы сказать вот так вот вот сделал в пространство и сиди пожинай плоды мы все знаем прекрасно как аукнется так и откликнется и никому не хочется за какую-то про бабку отрабатывать что-то в наше время сейчас можно уже это сделать я знаю как 15 числа будем работать завистниками и каналами отбора энергии в первые дни проработаем то что кому мы завидуем прям с первых дней я прям буду просить вас чтобы об этом думали наблюдали за собой и когда нам завидуют тоже ничего хорошего зависть перекрывает нам весь успех перекрывает нам все там начиная от денег заканчивая здоровье вот все все она все перекрывает если нам не хватает любви и приятия если мы в любви и в приятии да боже мы завидуйте ребят какие проблемы вот и когда вот эта зависть это всегда идет отбор энергии это всегда идет нет сил удача уходит то есть куда-то все девается вроде бы все хорошо было и молчать то невозможно да ладно хорошо я допустим уже не хвастаюсь там тем что у меня получается да нормально вроде все хорошо но люди же все равно видят какую одежду я ношу какие украшения у меня на какой машине я езжу понимаете это все работает как бы там ни было 16 числа как раз будем смотреть что у нас деньгами с работой с бизнесом насколько что там с какие ритуалы может быть есть что-то нету и будем восстанавливать эту энергетику всю которая возможно утрачено было 17 любовь отношения то что что в любви в отношениях происходит у кого-то не ладится кто-то может быть мечтает семью построить или в своей семье разобраться а ну все никак никак да может быть очень много вопросов которые касаются не хотим и по какой-то причине по какой-то причине нам так удобнее но мы не осознаем но из одной из причин может быть как раз вот эти магические ритуалы в том числе сделаны когда-то в прошлых воплощениях еще нами же только мы сейчас уже это не можем вспомнить следующий 18 число будем заниматься здоровьем где что когда на наше здоровье повлияло если это могли быть вот тоже эти магические ритуалы обряды заклятия проклятия вот в рамках школы эмоционального баланса мы проходили тоже как раз у нас сейчас идет тема магии колдовства я учу как с этим работать как это убирать как это тестировать как понимать что происходит и что с этим потом делать и вот одна из участниц которая у него подруга есть которая занимается по многомерной медицине по пучков вибрационными рядами с той базы с которой я тоже начинала и мы тоже используем в школе рассказала историю своей подруги который муж заболел раком пять лет они бились вот она с помощью вибрационных рядов все это смогла убрать пять лет через пять лет стали проходить метастазы то есть с него уже скоро снимут инвалидность то есть все человек выздоравливает и вот она говорит на протяжении всего времени сколько она с ним работала вот это вот пыталась найти везде тестировались порчи я честно скажу я не не понимаю людей и не знаю как можно пойти и вот взять навести порчу взять сделать какой-то вот дерьмо там я не знаю вот как конкретный такой осознанный целенаправленный вред но люди разные настолько зависть настолько может быть чувство мести кто-то что-то потерял кто-то что-то утратил и ну пусть и у вас не будет ребята какие проблемы понимаете мы все разные и если смотреть количество просмотров всяких там магических видосов на youtube где вот учат как это сделать что это сделать вот знаете количество просмотров впечатляет и дает понимание того что скольки как много людей этим интересуются и наверняка делают я никого сейчас не хочу запугивать предлагаю вот проработать это всем вместе потому что в группе когда у нас групповая энергия и когда я вас виду не ненавидеть тех не проклинать их теперь что вам кто-то что-то сделал принять это с любовью но теперь уже как есть ну что уже сделано но ресурс восполнить и восстановить мы тоже будем об этом просить девятнадцатого числа проработаем свое я и отношение к себе потому что после того как мы увидим как может быть где-то мы что-то сами там наделали могут возникнуть какие-то программы самонаказания даже они не то что могут возникнуть может быть и сейчас в текущей жизни вы не понимаете за что вы испытываете чувство вины за что-то наказываете себя вот что-то постоянно вот как как жертва какая-то этому тоже могут быть какие-то вот эти вот ритуалов то короче вот это вот вся магия то что нам не надо 20 числа проработаем программы до родового периода когда внутриутробно могут сглазить когда там всякие вот эти бабки там наговоры не знаю откуда вот это вот пришло но эту вот эту программу я тоже ее не из головы беру как мы будем работать я точно также тестирую что нужно будет проработать то есть до родовой период там тоже может быть зависть допустим у мамы была какая-то подруга которая не смогла забеременеть не могла родить а когда тут беременность как у любой женщины которая не получается вот эта зависть может возникнуть вполне ну естественным образом и мы не осуждаем мы просто просто надо убрать эти программы и все или допустим сколько историй когда муж ну где-то гульнул и его любовница забеременела и претендует теперь на права ну вот нам уже что пожелает жена этого мужа любовницы ну что она пожелает ой пусть растет здоровый ребеночек все будет хорошо да никогда не поверю никогда не поверю даже если она будет говорить ну да да я все принимаю в душе она будет столько испытывать как там помните в мимино очень большую неприязнь испытывал вот так же и здесь мы все люди мы все живые но внутриутробно можно получить уже столько программ мы не знаем как что произошло до в нашей жизни мы не всегда знаем от своих родителей наши родители от своих родителей не всегда знаю даже кто их настоящие отцы но бывает так но жизнь так складывается не нам судить конце концов если рассматривать теорию о том что душа ребенка выбирает у каких родителей родиться нормально значит для чего-то нам это было надо но сейчас возможно пришло время когда можно эти программы просто убрать и не надо больше отрабатывать все хватит каторгу отработали земля перешла в энергии вибрации любви и 21 числа завершающий день курса любовь и принятие энергия и приятие себя других будем работать над этим стоимость курса 5000 рублей для постоянных кто курсы у меня постоянно проходит я даю скидку каждый узнает о своей скидке персональные лично почему я предложила бесплатную консультацию провести перед этим курсом потому что у кого-то нет этих программ у кого-то все нормально у кого-то кому-то это не надо и у кого-то может быть причина их неудач или как и каких-то неприятностей вовсе не в том что какая-то зависть и магия может быть другие какие-то программы или еще какие-то другие причины и не надо идти на этот курс но к сожалению многие кто записался и прошел консультацию многие восприняли это как очередную халяву да мне не трудно протестировать вопросов то нет но я это делаю это не столько бесплатно это я делаю в принципе сэкономить ваши деньги что если вам курс откликнулся то я не не хочу с вас допустим никого никого не хочу обманывать никого нет не собираюсь обманывать и как правило через такое тестирование предварительное 70 процентов отсеиваются не все нормально нет никакой зависти нет никаких проблем я не буду специально чтобы вас на курс заманить не буду вас ну как-то манипулировать этим и обманывать потому что чтобы провести такой курс 10-дневный это для меня большая нагрузка и в принципе чем меньше народу тем лучше придут те кому это действительно надо они вот те кто развращен вот этой халявой потому что халява порождает жадность и вот это вот знаете и ведь из и знаете какая жадность как в каком плане человеку это не надо но так как на халяву надо схватить вот не знаю у меня от некоторых кого и проконсультировала за эти дни к сожалению осталось очень неприятная такой осадок но каждый выбирает сам я понимаю что не совсем видимо точно и объяснила для чего это консультация бесплатная но сказала я человеку да даже если протестировалась там зависть или какие-то ритуалы но сказала я о том что есть ну или нету с этим надо что-то делать понимаете если она протестировалась если она есть наличие с этим надо что-то делать на консультации я конечно даю рекомендации но бесплатно отрабатывать вот это не собираюсь что-то как-то мне хорошо девочки отформатировали я их очень благодарю от всего сердца и начнем мы значит 12 курс будет проходить в telegram как обычно утром в 7 утра я буду присылать аудиозаписи мысли форм который вам останется только прослушать это обычно ну 10 минут 15 минут не больше и в течение дня наблюдать за собой желательно вечером дать обратную связь особенно если какой-то дискомфорт чтобы мне понимать может быть нужно на чем-то сделать акцент чтобы что-то усилить какие-то программы может быть доработать нужно который у вас вызвали дискомфорт и так работаем 10 дней поэтому все кто желает пожалуйста шапки профиля есть кнопочка записаться на бесплатную консультацию пишите можете в комментариях писать присылайте в личные сообщения пожалуйста 12 мы начнем 12 еще нужно будет присоединиться в первый день как мы начнем 13 и дальше уже нет потому что группа будет сформирована работа всегда ведется на конкретных участников вы наверное заметили что я не продаю в записи какие-то свои курсы потому что у вас есть такие масла в наличии вы можете нюхать вы можете вдыхать а я вам предложу как-то сформироваться конкретно конкретно для этих людей другие могут срезонировать или другим может ну это вообще не надо другим это только для тех кто придет на курс поэтому какие-то вопросы есть вы можете задать а сейчас я хочу вам предложить масло масло у нас кто арома маслами занимается если у вас есть такие масла в наличии вы можете нюхать вы можете вдыхать а а я вам предложу как обычно мысли форму и это масло на любовь и приятие мы сейчас земля перешла в состоянии изобилия состояние приятия и любви и только тот кто будет находиться в любви и в принятии всего что происходит вокруг только не так что до принимаю люблю а искренне те пройдут все вот эти перипетии с корона вирусами со всякими вот этими дрязгами со всеми этими переходами которые мы проходим со всеми этими трансформациями пройдут легко и от этого еще приобретут радости больше здоровья больше денег там ну все будет благополучие тем кому любви не хватит тех конечно будет лихорадить так вот сегодня это будет мед как это масло работает восстанавливает бледную сухую кожу обладает бактерицидным антисептическим антивирусным противовоспалительным действием регулирует функции эндокринных желез нормализует обмен веществ снимает артериальное давление масло оптимистов снимает напряжение дает ощущение тепла счастья и гармонии подходит для закрепления позитивных переживаний незаменимый компонент духах ну то что касается эмоциональной сферы и как она влияет на здоровье это все то что простите нам сейчас очень очень нужно и так то первый раз мысли форму мы слушаем закрытыми глазами это абсолютно безопасно закрытыми глазами с прямой спиной и я сейчас сразу вам пожелаю всего самого доброго всего самого хорошего и после того как я закончу говорить я завершу прямой эфир а вы пожалуйста побудьте в этом состоянии после мысли формы прислушайтесь к своим ощущениям это будет очень приятно мед даже если у вас на него в жизни аллергия эфирные масла сработают как раз так как надо оптимизм гармонии счастье пожалуйста ну если сомневаетесь и не готовы можете просто выключить эфир и дальше не слушать а сейчас кто готов начинаем обращаясь к творцу создателю я есть им татьяна прошу гармонизировать мое духовное материальное духовное материальное всех кто слушает сейчас данную мысли форму в соответствии с объединенным источником сил энергии информации и вибрации цвета цвета звука запаха эфира меда наивысшим наилучшим образом для нас поистине творца и да будет так ибо я есть никто и есть с безусловной верой надежды любовью благодарностью благодарю 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 всех люблю принимаю все как есть люблю люблю жду всех желающих группе 12 числа а свои сообщения присылайте на консультацию уже сейчас скоро начинаем всем до свидания